здравствуйте уважаемые телезрители вот сегодня две такие клавиатурочки 12 компания кимуви возможно кто-то слышал возможно кто-то пользуется ими я по правде сказать впервые их трогаю и они ну по крайней мере по весу вызывают уважение килограмм полтора вот это вот весит но это может на кинограмм 100 потяжелее клавиатуры трех режимные без кириллицы как можете видеть кому-то это критично кому-то не критично я встречал таких людей которым она вообще не нужна и латиница здесь тупая то есть на нее не нанесешь на кириллицу нормально не отгравируешь потому что ну вот посередине вот это вот буква английская на посередине на хрена так делать непонятно если уж как бы ну компания ориентируется на российского потребителя так сделайте вы хотя бы блин ну букву в уголке верхнем в левом чтобы пользователь по надобности мог сам награвировать сеть эту вну кириллицу ног как бы программисты там и ну некоторые люди да они пользуются такими клавиатурами без кириллицы потому что они им она не нужна либо они нужна либо они просто печатают не глядя они обе одинаковые единственное что у них вот у этой форм-фактор 87 процентов у этой 98 процентов по факту они отличаются буквально вот можете посмотреть буквально наверно сантиметра два и у этой и у этой переключатели кимуви silver switch насколько я помню киму этот silver и они это как позиционируются как быстрые переключатели вот предлагаю сейчас все это дело послушать и потом уже разбирать и смотреть что у них внутри вот Продолжение следует... 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 Не знаю... Может быть у кого-то... Может быть у кого-то они быстро приходят в негодность и его надо поменять... Тут типа взял, новый купил, быстренько его снял и поставил... Причём странно, что вот здесь 3М-липучка на этом самом аккумуляторе... Но она не приклеена... Почему так? Я хз... Плату вот уже вижу... Она поддерживает 5-пин, 3-пин переключатели... Ну как бы... Это логично всё... Давайте разбирать... А аккумулятор, кстати, на 4000 мА... Начнём разбор с кейкапов... Кейкапы... ПБТ... Даблшот... Толщина 1,7 мм... Всё, что нужно о них знать... Ещё смотрите... Вот у этой компании есть вот такой вот... Пуллер двусторонний... Он... Покупается отдельно... Кстати, не сказал... По цене... И та, и та стоит... 80 бачей... То есть, если её... Найти... На... Алишке... Или где-то... Может на озоне она есть... Она будет стоить в пределах... Там... Восьми с половиной... Десяти тысяч... И вот этот пуллер прикольный тем... Что... Ну... Может быть... Сам... Для... Кейкапов... Он не совсем удобен... Но... Для переключателей... Вполне себе норм... Вот смотрите... Взяли... Нажали... Отцепили... Всё... И вот так вот он... Хоп... По щелчку... Кнопочкой... Достается... Ну... Как бы... Да... Удобнее, чем... Обычным... Пуллером... Давайте, чтобы далеко не уходить... Вес... Я этих клавиатур вам сразу скажу... Тысяча четыреста тридцать грамм... Тысяча триста грамм... Ну... Вот как я и сказал... Разница... Сто грамм... Вскрываем... Всё... Да... Ну... Давайте начнём с дна... Сейчас уберём... Аккумулятор... Нет... Не будем убирать... Ну... Вот... Само дно... Здесь вот под этой ножкой... Свисточек... Вот... Такая... Такой кусочек... Уверенный... Силикончика... Отлитый... Прям... Под... Все... Вот эти вот... Соты... Запах... Замечательный... Рамочка... И тут мы можем... Наблюдать... Уже... Такой... Уверенный... Бутербродик... Силиконовая шумка... Между... Платой... И плейтом... Достаточно... Толстенькая... И тот же самый... Силикон... Прямо под переключателями... То есть... Переключатели у нас лежат... На силиконовом коврике... Название платы... Возможно... Кому-то будет интересно... Не знаю... Видно или нет... И сейчас... Разберу переключатель... И посмотрим... А есть же там у него... Смазка... Но пружины не слышно... Кстати... Даже... Да... Смотрите... Смазка на стеме... С двух сторон... Смазка на пружине... Не знаю... Будет видно или нет... Ну и вот... На самом корпусе... Там... По центру... Внизу... Под пружиной... Тоже... Немножко... Смазка... По стабилизаторам... Смотрите... Это... Гатероны... Они... Смазаны... Достаточно хорошо смазаны... То есть... Как бы... У пробела... Люфтов... Я... Никаких не заметил... Ну вот... Единственное... Что я бы... Наверное... Пробел... Зашумел... Саму клавишу... Но... Наверное... Это... Все-таки... Зависит больше... От самих... Переключателей... Сейчас... Ради примера... Сделаю... На пробел... Резинки... Вот... Если вдруг... Кто не знал... Есть... Для... Кейкапов... Такие вот... Резиночки... Они... На них... Одеваются... И... Меньше... Кейкап... Не стучит... Как бы... Нет... Звука... Удара... Кейкапа... О... Смотрите-ка... А так... Мне больше нравится... Давайте разницу с этой... Наглядную... Вообще же... Жесть... Вот... Нормальный пробельчик стал... Наверное... Ну... Смысла нет... Эту разбирать... Но я все равно ее разберу... И покажу... Что... Вдруг... Что-то там... Другое... Внутрянка... К-98... Точно такая же... Такой же... Отформованный силикон... Такая же плата... Все точно так же разбирается... Вот... Как бы... И все... Название микросхем... На плате... И... Вот такая... И... Вот название самой платы... И... Вот можете... Послушать еще в сборе... На синий... Enter... Я тоже сделал... В него сделал резинки... На клавиши... Тоже пробовал ставить резинки... Но... Такого же эффекта нет... Звук вообще не меняется... В комплекте... У этих клавиатур... Двусторонний пуллер... Такой вот... И... Силиконовый... Очень приятный... Такой мягонький... Кабель... Помните... По всем вопросам... Можно написать... И... Отписаться... И поставить дизлайк... Вот здесь... Телеграм-канальчик... Напрямую... Даже там мне можно написать... Там есть контакты мои... И... Группа ВКонтакте тоже есть... Можете туда проходить... Присаживаться... Выливать чаёчек... Подписываться... И ставить дизлайки... Спасибо, что смотрели... Обнял... И пока...